здравствуйте друзья у нас сюжет такой посвященный ответу на многократно задаваемые вопросы о том что вот если учить чего-то для приезда в сша там для работы войти на будущее то вот что учить у нас сегодня два будет оратора отвечающий на ваш вопрос значит у нас борис который последняя работа не порог ли было до этого стартапах работал мы с ним когда-то в девяносто шестом году да не говорим давно было в стартапе таком broad vision работали вот борь если бы ты сегодня вот кого-то инструктировал и сказал значит а кучи вот это вот это вот это и там через три-четыре-пять лет это будет все еще актуально и вперед ну смотри значит такие перспективные технологии во первых это big data big data это 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 целый набор технологий это не одна технология набор технологий это это комбинация нового нового типа баз данных так называемый носикл база данных примерами того является ходу кассандра монга это все базы данных нового поколения которые заменяют старые сикл база данных они очень популярны и огромное количество компаний используют и это будет продолжаться потому что количество количество информации растет эти эти базы данных рассчитаны на именно на то что они могут скейл значит как-то по-русски я не знаю до до огромных объемов информации такой расти люди есть вообще вот допустим хочешь если ты хочешь найти кого-то там по big data грамотно есть люди люди есть но если требуется все больше и больше и больше потому что потребность время растет объемы информации растут и огромное количество особенно новых компаний использует не традиционные базы данных как Oracle Microsoft а используют именно эти все новые системы то есть то есть я понял так вектор который ты наметил вот это там big data это называется big data да еще одна один аспект этого то что то что называется аналитика то есть не просто значит положить данные в эти базы данных но что-то с ними делать анализировать это вот то что называется business intelligence или ты не должен это новое поколение этого это называется data analytics и это это более продвинутое как бы раньше был business intelligence который как правило работала на на старых баз данных на SQL databases новое поколение работает на всех этих вот big data databases типа Hadoop и значит они засасывают огромное количество информации они потом они ее анализируют и позволяют людям значит извлечь какие-то какие-то полезные выводы с точки зрения того как этим стать что нужно просто computer science degree получить или лучше всего computer science сейчас когда люди как правило все нормальные компании требуют computer science degree очень часто требует master то есть какие-то такие самые такие передовые стартапы вот нужно иметь реальный реальный experience вот с такими системами то есть нужно то есть если человек только что закончил естественно что он должен был взять курсы там по этим новым новым типом баз данных там по аналитике и так далее но он нужен опыт программирования или чего этот опыт программирования на них и работы с ними то есть нужно понимать как они работают нужно понимать как их программировать потому что все эти системы они это open source системы то есть можно модифицировать многие компании модифицируют сами под себя Да. Многие пишут на них аппликации, которые сидят на них сверху. То есть это вот, скажем, мы не можем на этот вопрос вот ответить, там, учи джаву или учи, там, сиплантсказ. Нет, джава – это язык, как бы, а это просто такая технологическая область, как бы, если раньше говорили, ты должен понимать, как устроены, скажем, как работают, там, SQL databases типа Oracle, то теперь надо понимать, как работают такие вот NoSQL databases типа Hadoop, Cassandra, Mongo. Но человек может, например, просто, я не знаю, любопытный энтузиаст. Да. Он может взять книжки и по книжкам разбираться? Мало того, он может просто-напросто загрузить все эти системы, они все бесплатные, и с ними играться, и, как бы, понять, как они работают, что с ними делать. Вот в Силиконовой долине сегодня, допустим, человек, который, ну, допустим, пять лет после института поработал. Вот что он может получить на свободном рынке, если он пойдет на рынок? Вот какие идеи? Ну, в зависимости от специализации и насколько он, как бы, насколько он хорошо, насколько у него хорошая специализация, насколько он… Хорошая школа. Да, хорошая школа, с каким образованием, главное, какой у него экспириенс. А что такое хорошая специализация? Хорошая специализация значит, что, например, он работал, там, в Big Data, он работал в аналитике, он работал в Machine Learning, что еще одна технологическая область. Самообучающиеся машины. А, скажем, Business Applications нужно знать, скажем, Python, который широко используется во многих аппликациях, хорошо знать JavaScript, который сейчас используется и на FrontEnd, и на BackEnd. Но это только языки. А вот именно вот разные технологии, типа Big Data, типа Machine Learning. Да. Аналитикс. Да. Нужно хорошо, если человек понимает, как устроены, скажем, Cloud Services, типа Amazon, типа Microsoft Azure, как с ними работать. А вот такой вопрос. Ну, понятно, мы в Кремниевой Далине, да, тут как бы всего много, и там захотел туда, захотел сюда. Если человек живет, ну, например, в Москве, начнем, допустим, в Москве, есть возможность вот этим заниматься? А, есть возможность понять, как это работает, потому что огромное количество вещей доступно просто бесплатно. Можно загрузить, можно загрузить все это в софт. Я имею в виду поработать в этой области. Вот. Я не знаю, какие в Москве компании есть, которые это используют, честно говоря. Я понял. Просто я к тому, что вот ребята, которые интересуются этим, они живут не здесь, поэтому, то есть, я думаю, могут ли они подготовиться там где-то на стороне, чтобы здесь быть востребованными? Подготовиться они могут, если как бы, то есть, они могут с этим поиграться. Они могут это загрузить, поиграться сами по себе. Они могут, есть полно книжек на эту тему. Они могут тоже, да. Есть сайт Udacity, который… Да, можно брать курсы, да. Есть онлайн-классы, типа Udacity, есть Code Academy, там, которые, у них есть курсы и по Big Data, и по машинам. То есть, это приличные такие ресурсы. Да, 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 это вполне реально. То есть, можно действительно взять курс, там есть задачи, и у человека будет реальное представление, как это работает. То есть, если он придет на интервью после этого, он сможет сказать, он не сможет сказать, что у него, что он на этом что-то делал коммерческое, но, по крайней мере, он будет понимать, что это такое, как это. Можно добавить еще одну вещь. А мы сейчас переключимся. Нет, на самом деле, вопрос о чем, как это можно сделать. На самом деле, есть огромное количество компаний, которые, например, выставляют проекты, типа Кокотеск. И человек, который живет в Москве, например, может, делать сети в Москве, бит на такой контракт и работать в Москве и делать, как бы, контракты, американские контракты. И таким образом, значит, у него будет американский опыт работы. И очень часто, ну не очень часто, но я видела людей, которых потом сюда перевозили, потому что, значит, они очень были успешны и так далее. Это как бы тоже один из путей. Ну, хорошо. Давайте, может быть, тогда переключимся сразу на Ольгу. Теперь мы, друзья, переключаемся на Ольгу, которая работает рекрутером. И как рекрутер, значит, в отличие, может быть, от Бориса, который смотрит, как бы, там, на пять лет вперед, Оля имеет дело на каждодневной основе. Вот сегодня, прямо сегодня. Вот первый вопрос я такой задам. Очень много дискуссий, когда говорят, вот там программист, там 150 тысяч получает, говорит, не может быть, так много. Или там, говорит, тестер, там автоматизацию делает, 130 тысяч получает. Там в Apple, говорят, таких денег не платит тестерам. Давай немножко с тестером. Вот, допустим, если тестер крут, реально крут, что он сегодня получает? Если он делает автоматическое тестирование. Да, автоматическое тестирование. Если он может сделать фреймворк, например, если он приходит в стартапную компанию, он первый, допустим, человек в компании, которая делает QA, он запросто может получать 130 до 150 тысяч. Плюс 100 компаний и так далее, и так далее. Но это как бы уже, это не человек, у которого есть образование в QA, образование в Computer Science. Как правило, они ищут инженеров, а не людей, которые, например, которые, там, заходят в техникум или, там, какое-то училище. То есть, как говорится, которые знают структуры данных, которые знают object-rend. То есть, это реально грамотные ребята. Хорошо. Программист. Вот если сегодня мы смотрим на хорошего программиста. Мне даже не говоря о том, в какой области он хороший программист, а вот, допустим, такой программист, который больше всех денег в состоянии заработать. Это какой будет программист и какого плана, и сколько он может зарабатывать? В каком плане? Какого направления программист? Очень ценится и хорошо зарабатывают люди, которые у меня делают front-end UI. Так. Значит, такого типа люди зарабатывают от 180 до 200 тысяч и больше. Очень ценится full stack. И люди, которые знают, как бы, полный stack. Которые могут делать и back-end, и front-end, everything in between. Которые знают, как делать, как работать в базами данных. Которые знают хорошо технологии и на front-end, а на back-end. Это для стартапов именно? Это, на самом деле, очень многие ещут. Full stack инженеров ещут очень многие. А вот back-end. В наше время, я помню, за back-end больше платили, чем за front-end когда-то. Нет. Сейчас это, на самом деле, изменилось. Сейчас back-end. Чисто back-end инженеры очень нужны. Люди, которые знают Java, C++. Сейчас очень популярна стала Scala. Как бы, начали здесь, кажется, со Scala. Python, Python очень популярен. Вот что получается, допустим, если парень там закончил институт, не знаю, 22-23 года. Поработал 10 лет. Вот ему сейчас 32. И он все эти годы работал там. Я не знаю. Скажем, если он Python занимался 10 лет, что он будет получать? Я думаю, что где-то 150-160 тысяч он может получать. На что смотрят? Какой институт человек закончил? То есть существенно? Существенно. В каких компаниях он работал? Какие вещи он делает? Мы все знаем, что бывают проекты важные. Есть люди, которые делают основной девелопмент. А есть люди, которые делают что-то такое там… Ну сбоку прибыл. Да, абсолютно. Люди, которые делают core development, они получают больше всех. То есть они получаются 160-180 тысяч. В некоторых компаниях, типа Google, Facebook, Twitter, компаниях, про которые мы знаем, дополнение к зарплате, нужно не забывать, что платят огромное количество стока. Это так называемая «Росилс». Поэтому, когда я начинаю считать зарплату плюс бенефиты плюс этот сток, там 300-350 тысяч тоже, как бы, вполне люди зарабатывают. Вот. Я знаю, что в Netflix QA инженеры хорошие получают 200 тысяч. То есть я пыталась переманить одного парня из Netflix и он мне сказал, что, как бы, я не смогу, как бы, компаниям оплатить столько-нибудь. Вот. Поэтому, как бы, огромный масштаб, как бы, разброс по зарплатам довольно большой. Если мы возвращаемся к изначальному вопросу, что вот я Бориса спрашивал, что учить, чтобы быть востребованным на американском рынке труда? Ну вот конкретно по силиконовой долине. Допустим, через пару-тройку лет. Я с Борей согласна в том плане, что big data сейчас, как бы, очень популярно. Big data – это machine learning, это predictive analytics, то люди, которые хорошо понимают. В общем, сейчас College их учат. Если посмотреть, например, на Degrees и на классы, которые люди берут, то и machine learning, predictive analytics и все это, на самом деле, сейчас уже встроено в образование. То есть, как бы, люди… Уточнее небольшое. Вот сертификаты всякие. Люди там курсы берут, курсы там, курсы тут. А у него уже 10 лет опыта. Это вообще имеет значение, какие курсы он брал? На самом деле, если человек берет курсы, про которые люди знают, например, в Stanford какие-то классы, или Cloudera, или Hortonworks, то есть, компании, которые занимаются какими-то передовыми технологиями и делают курсы, на самом деле, это неплохо. Хорошо. Имеет такие сертификации. То есть, это привлекает? Ну, как бы, да, да. На самом деле, как вопрос о big data, там Боря сказал, что нужны люди, которые умеют делать аппликации на big data. На самом деле, гораздо большим спросом пользуются люди, которые умеют разрабатывать этот самый ходу, который… Таких людей просто очень мало. Их просто очень мало и их гораздо меньше наужно. Их гораздо не очень наужно, но эти специалисты, которые действительно, как бы, очень-очень затребованы сейчас. С точки зрения рекрутера, вот где-то граница владения или невладения английским, когда человек представляет свою проблему, вот, допустим, для того, чтобы его на работу или там интервью, где вот этот уровень, выше которого надо подняться? Никто не ожидает, что человек, который приедет из России, будет говорить на прекрасном английском языке. Но он должен иметь, понимать задачу, которую он поставит, и иметь возможность разговаривать с менеджментом. И нужно не забывать, что менеджмент может быть у человека, который приехал из Китая, или из Индии, или из любой другой страны, и который тоже по-английски хорошо не говорит. Поэтому, как бы, надо сказать, что американцы гораздо терпимее относятся к акцентам и к тому, что люди говорят на плохом английском языке, но, как бы, очень плохой английский язык может быть препятствовать. А вот такой вопрос. Вот меня постоянно там какие-то большевики, значит, недобитые, дразнят. Говорят, что вот я там с акцентом говорю каким-то русским сильным, при том, что я, на самом деле, пишу хорошо, и у меня словарный запас колоссальный, я очень грамотно говорю. Но вот насколько существенно, что человек приходит таким heavy Russian accent? Это, на самом деле, в зависимости от того, на какую работу ты идёшь. Если ты будешь, например, постоянно сталкиваться с заказчиками, если ты находишься, как бы, на фронт-энд компании, то это существенно, да? Если ты программист, если ты, как бы, хороший специалист, то вполне терпимо относится к тому, что у тебя тяжёлая акция. Если тебя понимают. Тебя должны просто понимать, как бы, никто, я ещё раз говорю, никто не ожидает, что люди будут говорить на прекрасном английском языке. Ну, то есть, я-то замечал, что вообще мало кто просто говорит на родном английском, да, тут, технических компаний? Абсолютно. Абсолютно. И самое главное, не стесняться. Потому что я по себе знаю, что когда только приехала, я очень стеснялась. Когда я посмотрела по сторонам, я поняла, что большинство людей говорит с акцентом, и это не является препятствием, то просто нужно, как бы, естественно, повышать свой уровень, но не бояться того, что там, того, там, не знаю, потешаться или смеяться. Нет, такого нет, конечно. Это вот здесь не будет. Ну, что же, хорошо. Может быть, ещё что-то от себя хочется добавить? Потому что я, как бы, иссяк с вопросом. Ну, есть полно возможностей. Для программистов, которые готовы к переехать в Силиконовую долину, я думаю, что проблем с трудоустройством не должно быть особенно. А вот хочется, вот, допустим, чтобы кто-нибудь резюме прислал? Обязательно. Так, давай, имейл давай. Имейл такой, значит, Fox. Как лиса. Как лиса. Три буквы. F-O-X. Да. At gmail.com. Это у тебя такой имейл? Ничего себе ухватило. Вот. О-о-о. Понял. Значит, и нас Ольга. Да. Вот. И Ольга рекрутер. Так что, вот, присылайте Ольге резюме. То есть, можно поговорить с компаниями на предмет H1B или там J1, может быть, да? Да. Да, как бы. Ну, хорошо. Если кто-то собрался резюме слать, вот, может, им пару слов сказать? Допустим, скажем, без английского не присылай. Без английского желательно не присылать. Что ещё? Значит, резюме должно быть читаемо. И резюме должно быть действительно показывать, что человек умеет делать. Как бы никому не интересно читать, что там я участвовал, там, не знаю, приходил каждый день на работу или там участвовал в каких-то, не знаю, митингах каждый день. То есть, как бы, должны быть, должна быть, одна, но, может быть, максимум, две страницы. Должны быть основные вещи, которые человек умеет делать. Сколько опыта нужно? Ну, допустим, если у человека нет, там, допустим, пять лет опыта, пусть не присылает. Есть такое? Такого нет. Но если человек делал... А? Да, по крайней мере, желательно, три года. И желательно, чтобы это был действительно реальный опыт. И тогда нужно ему компьютер-сайенс дегри, иначе ему не сделают рабочую вещь. Да, компьютер-сайенс дегри. Или электрикал инжиниринг, или что-то такое близкое. Компьютер-сайенс или математика, на самом деле. Люди, которые знают хорошо математику, которые знают статистику, которые знают хорошо data analysis, как мы совершенно забыли, они тоже, на самом деле, сейчас очень важны. Люди, которые умеют делать data mining, очень нужны. Люди, которые вот эта вся область... Но data mining все-таки в классическом виде, с сиквелом. Да, то есть? Ну, с сиквелом все еще есть спрос, но если они знакомы с big data системой, то есть делать аналитику новое поколение аналитик, это еще гораздо лучше. Я понял. И в традиционном смысле, и в новом тоже. То есть я могу сказать, что, например, из многих компаний, с которыми мы работаем, наверное, больше половины нужны люди, которые хорошо разбираются вот именно с data mining, с machine learning, с big data. Это самые-самые the hardest technologies. Естественно, если они знают клауд, если они знают, как работать, как бы... А что имеет в виду знать клауд? Это как-то глубоко знать? Нет, это имеется в виду, что люди имели опыт работы с cloud services, типа Amazon, типа Microsoft Azure, что они знают, как с ними обращаться. То есть как API к ним или что? Да, API, какие-то правила. Как, например, поставить аппликацию на Amazon, чтобы она работала. Дело все в том, что большинство новых компаний сегодня, они не покупают свои сервера, они не покупают свои диски для сторожа и так далее. Все, что они делают, они подписываются на cloud service, типа Amazon, и они все делают там. Поэтому им нужны люди, которые знают, как это делать. Я понял. Понял. Хорошо, спасибо. Еще одна вещь, которая... Если человек часто меняет работу, как бы как писать резюме, на что я обращаю внимание, чтобы все-таки человек работал в одном и том же месте больше года, желательно. Два года, очень хорошо. А бывают же консультанты, они там тут полгода, здесь там... Тогда, если человек, например, консультант, он либо своя компания, либо это должно быть объединено под какой-то там общий заголовок. Потому что, в принципе, это не очень хорошо смотрится. Если человек работал 6 месяцев там и 6 месяцев здесь, почему его не оставили на постоянную работу? Почему? Что произошло? На самом деле, как бы, люди, которые хорошие специалисты, как правило, их оставляют на... Компания не любит брать таких крутых и чтобы они ушли потом. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому 6 месяцев здесь, 6 месяцев там, в принципе, не очень хорошо. Ну что же, ребят, спасибо вам большое. Я думаю, что есть много народу, которые с интересом прислушаются к тому, что вы сказали. Так, мы ручкой помашем. Fox at google.com Да. At gmail.com Fox at gmail.com At gmail.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok